МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Минкомсвязи раскритиковала портал Госуслуг за неэффективность. Вторая попытка. Госдума предлагает разрешить школьникам сдавать ЕГЭ как минимум дважды. Поговорили о насущном. Рабочее совещание молодежного правительства округа впервые прошло в формате видеоконференции. Счетная палата предлагает формировать резервный фонд страны за счет профицита бюджета, сообщает РИА Новости. Согласно выводам ведомства, существующий механизм формирования фонда попросту неэффективен. Об этом говорит отчет по итогам анализа возможности использования средств нацфондов. Согласно выводам счетной палаты, существующий механизм, когда часть нефтегазовых доходов направляется на формирование резервного фонда, а полученный дефицит федерального бюджета финансируется за счет заемных средств, ни к чему хорошему не приводит. Соответствующее изменение предложено внести в бюджетный кодекс. Несмотря на отставку Геннадия Онищенко, Роспотребнадзор не будет расформирован. Помощник вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ. В частности, речь шла о распределении функций ведомства между Россельхознадзором и Минздравом. Причем Онищенко может сохранить пост главного санитарного врача России. Напомню, 23 октября он был снят с должности главы Роспотребнадзора, который занимал с 2004 года, и назначен помощником премьер-министра Дмитрия Медведева. Минкомсвязи раскритиковала портал госуслуг за неэффективность. По мнению ведомства, единый портал государственных услуг нуждается в существенной оптимизации и усовершенствовании. Об этом говорится в концепции развития механизмов предоставления государственных услуг в электронном виде, опубликованной Министерством. Согласно данным, собранным авторами концепции, на сегодняшний день через портал можно получить всего лишь около 11% всех федеральных госуслуг. При этом актуальной является только около половины размещенной на сайте информации о порядке предоставления этих услуг. Как отмечается в документе, на госуслуги.ру отсутствуют удобные навигационные и поисковые сервисы, нет понятной информации о доступных услугах, а также контекстных подсказок, которые привязывали бы каждую услугу к конкретной жизненной ситуации. Кроме того, данные на сайте трудно обнаружить через интернет-поисковики. По мнению чиновников Минкомсвязи, совокупность всех этих факторов приводит к тому, что сайтом пользуется лишь около 4% жителей страны. Закурение в неположенных местах отныне будут штрафовать. Президент Владимир Путин подписал документ, устанавливающий административную ответственность за нарушение антитабачного закона. Напомню, с 1 июня этого года в силу вступила основная часть его положений. В частности, введен запрет на курение на рабочих местах в помещениях и в большинстве общественных мест. Теперь же определены и размеры штрафов. Так, нарушение запрета на курение в общественных местах составляет от 500 до 1500 рублей. А вот за курение на детской площадке придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. В Госдуму внесен законопроект об отмене криминального фильтра, пожизненного запрета избираться для граждан, осужденных за тяжкие преступления. Об этом сообщает и Тартас. По данным агентства, авторами поправок являются единороссы. В данных поправках указывается, что осужденные за тяжкие преступления не смогут баллотироваться в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Осужденные за совершение особо тяжких преступлений смогут участвовать в выборах только по истечении 15 лет. Ранее сообщалось, что 6 несостоявшихся кандидатов на региональных выборах подали жалобу на криминальный фильтр в Конституционный суд. К 10 годам колонии особого режима приговорил Ноябрьский суд телефонного мошенника. Как сообщили в окружной прокуратуре, злоумышленник умудрился провернуть свои аферы, пока проходил принудительное лечение в Самарской области. Его жертвами стали две жительницы Ноябрьска. Схема стандартная. По телефону он представлялся сотрудником полиции, сообщал жертвам, что их сыновья стали виновниками ДТП и просил денег за решение проблем. Горожанки в общей сложности перевели осужденному около 80 тысяч рублей. Мошенник пытался обмануть еще двух жительниц города, причем на этот раз просил уже несколько сотен тысяч рублей. Но одна из потенциальных жертв проявила благоразумие и созвонилась с сыном. А вторая знала, что у ребенка нет водительских прав, поэтому не поверила в телефонный развод. Свыше сотни ямальских солдат пройдут срочную службу в северной столице страны. Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ Санкт-Петербурга уже готов принять призывников. Это стало возможным благодаря подписанному в сентябре 2012 года соглашению о сотрудничестве. В декабре ямальские призывники прибудут на площадке учебного центра в Кронштадте, в Выборге. Здесь новобранцы пройдут обучение военно-морским специальностям и после аттестации будут распределены по кораблям и флотам Российской Федерации для прохождения срочной воинской службы. Вторая попытка Госдума предлагает разрешить школьникам сдавать ЕГЭ как минимум дважды. Депутаты считают, что это позволит абитуриентам выбрать лучший результат для предоставления в ВУЗы при поступлении. Кроме того, возможно, будут изменены сроки проведения экзамена и увеличено число обязательных предметов ЕГЭ. Тем не менее, в Госдуме не настаивают на полном переходе на такую форму отчетности выпускников. По их мнению, одни предметы стоит проводить в форме ЕГЭ, другие лучше в комплексной. Например, по гуманитарным и естественным предметам. В целом, в 2014 году кардинальных изменений единого госэкзамена не будет, так как учебный год уже начался. Но к 2015 году нужно внести принципиальные поправки для того, чтобы качество процедуры отвечало тем задачам, которые изначально были на нее возложены. Сегодня в Санкт-Петербурге правительство Янау и президентская библиотека имени Ельцина подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь ямальцы получат доступ к фонду страны, а библиотека пополнится редкими изданиями о ямальской истории. После того, как Дмитрий Кобылкин и президент библиотеки Александр Вершанин поставили свои подписи под документом, гостей с Ямала пригласили на экскурсию. Ямал остается стратегически важным регионом для страны не только в экономической сфере, но и в социокультурной. Поэтому патриотическое воспитание молодежи так важно. Несмотря на непростой бюджет, мы стараемся увеличить финансирование культурной сферы деятельности. Патриотическое воспитание молодежи – это значительная часть нашей работы. Поэтому считаю подписание соглашения с президентской библиотекой очень важным шагом. В число лучших десяти ассоциаций молодежных правительств России вошло и представительство ЯНАО. Об этом и многом другом сегодня говорили на рабочем совещании члены молодежного правительства нашего округа. Оно впервые прошло в формате видеоконференции. В заседании началось представление тех, кто по итогам конкурса пополнил состав молодежного правительства округа. Это Татьяна Кузнецова из Надыма и Олеся Турко из Таркасале. Затем последовал отчет о проделанной работе. Не остались без внимания и предложения по развитию округа. Затронули многие темы. К примеру, на заседании отметили, что из-за большого наплыва дешевой рабочей силы из стран ближнего зарубежья не хватает кадровых мест для местных молодых строителей и каменщиков. А для молодых семей, проживающих в сельской местности, новое жилье все так же труднодоступно. Молодежь на сегодняшний день не является основной. Ну, то есть от общего числа населения. Я думаю, если мы создаем условия в округе благоприятные, то это благо должно распространяться на всех, на все категории граждан, без исключения. Одной из основных проблем молодежного правительства ЯНАУ, по словам представителя Ноябрьска Кирилла Николаева, является территориальная разобщенность и отсутствие оперативной информации о деятельности коллег. Пока в правительстве поднимают одну проблему, саму молодежь может беспокоить уже совсем другое. Если мы еженедельно бежим и будем мониторить, что происходит в округе, мы будем понимать, чем живет молодежь. Исходя из этого, мы можем корректировать свою деятельность и принимать решение о том, что важно и нужно в настоящий момент. Юлия Москалик, Анатолий Пресеч, новости нашего города. В Ноябрьске стартуется неделя равных возможностей. Об этом сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи города. Цель акции – социальная адаптация и поддержка детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В этом году принять участие в мероприятии изъявили желание 20 специалистов практически из всех молодежных клубов и организаций города. В течение недели, начиная с 28 октября, они проведут различные мастер-классы, конкурсы, соревнования и тематические уроки. Ну и в завершении выпуска коротко о том, что интересного для своих читателей, на этой неделе подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». «Слово нефтяника». Читайте в свежем выпуске. В Ноябрьске наступили холода, которые бездомные жители города были вынуждены встретить на улицах. Истории жизни тех, кто остался без крыши над головой, их зимовки и образе жизни, читайте на шестой и седьмой полосах издания. «Газпром нефтяниябрьск нефтегаз-геофизика» завоевала гран-при шестой отраслевой премии OFC Awards 2013 на прошедшем в Москве международном форуме «Сервисы оборудования для нефтегазовой отрасли России-2013». О том, как это было, корреспонденты СН рассказали на пятой полосе номера. Делегация детской школы искусств имени Чайковского в рамках культурного обмена совершила пятидневное путешествие на остров Кипр. Здесь юные таланты не только познакомились с особенностями декоративно-прикладного творчества, но и посетили местные достопримечательности. О подробностях этой поездки читатели узнают, открыв девятую полосу номера. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 25 октября в Сельхарде облачно, без существенных остатков. Ветер западный, температура 4 градуса мороза. В Муравленко-Пасбурно небольшой снег. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Температура минус 3 градуса. В Ноябрьске облачно, небольшой снег. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура 2 градуса ниже 0. Ветер южный до 9 метров в секунду.